Здравствуйте! Вы смотрите специальное интервью в студии Марии Шматковой. Сегодня у нас в гостях Анна Анатольевна Дирин, генеральный директор Центра спортивной подготовки по игровым видам спорта номер 6. И Петр Валерьевич Кобрин, старший тренер женской молодежной команды Подмосковья, мастер спорта международного класса. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, Коля, в нашей студии сегодня, Анна Анатольевна, вы пришли не одна в сопровождении тренера молодежной команды Подмосковья, а совсем недавно завершился один из этапов чемпионата России, России среди молодежных команд. Давайте сразу вот с вас, Петр Валерьевич, как прошли игры? Ну, игры прошли с переменным успехом. Конечно, можно занести в актив то, как мы выступили из пяти игр. Наша команда выиграла три и две игры, в упорной борьбе проиграла лидером, но проиграла в борьбе, получила за это очки. То есть положительно прошел тур, не так хорошо, как год назад, тур, который проходил в предыдущем чемпионате. Но, тем не менее, все игры были интересные. Девчонки получили, во-первых, опыт, во-вторых, положительные эмоции. И впереди у нас заключительный тур предварительного этапа чемпионата России, который будет проходить в Москве. И вот к нему как раз нужно подготовиться, потому что задача минимум, поставленная руководством команды, клубом, попасть в шесть лучших команд на предварительном этапе. Мы сейчас занимаем пятое место. Вот нужно удержаться в шестерке. И потом уже будем задачи переоформлять, потому что только после попадания в шестерку можно оставить максимальные цели. Все-таки чего не хватает нашим девчонкам? В чем пробелы? Пробелов, как таковых, много. Это связано с тем, что большинство игроков команды впервые играет на столь высоком уровне. Посмотрели соперников, оценили и поняли, что не хватает именно опыта. В самый ключевой момент как раз опыт и решает многие задачи и помогает побеждать. Нам опыта пока не хватает. Но, тем не менее, мы от тура к туру стараемся прибавлять. И пока занимаем пятое место, что по большому счету неплохо, учитывая, что с прошлого сезона у нас полкоманды обновилось. То есть пришли молодые игроки, в том числе и из Московской области, заняли свои места в составе и неплохо выступают. Но самое главное, потенциал есть? Потенциал у команды хороший? Потенциал хороший, да. Будем стараться сейчас попадать в шестерку. А уже там будем стараться навязать свою игру нашим основным конкурентам. Это, как обычно, Казанская Динамо, белорусская команда из Минска, Минчанка. Ну, Москва, Челябинск. То есть мы вот находимся как раз на уровне... Играть уже по своим правилам, да? Ну, нужно, да, немного добавить. Нужно немного добавить, наверное, в самодисциплине, добавить в желание. И, в общем-то, все по силам. Анна Анатольевна, ну, молодежка – это как раз-таки кадровый резерв взрослой команды Заречья. Основной, конечно. Да, основной. И я думаю, что вы пристально наблюдаете за ростом девчонок, за их профессиональным ростом. В целом, как оцениваете кадровый резерв? Положительно, только положительно, но с таким тренером, как Петр Валерьевич, иная динамика, она просто быть не может. Петр Валерьевич у нас требовательный тренер. Дисциплина в команде, конечно, железная. А дисциплина – это залог карьерного роста, я считаю. Поэтому все по силам. И девочки – это основной резерв. И в дальнейшем, я считаю, что основной состав в будущем команды Суперлиги Заречья-1СО. Сколько лет они еще будут играть в молодежной лиге, прежде чем будут пробовать попасть в основной состав форума? Ну, это же вопрос Петра Валерьевича. Тут вопрос, скажем так, не столько, наверное, не корректен, сколько лет. Тут вопрос, во-первых, индивидуального мастерства. Как только игрок достигает определенных успехов в профессиональном плане, и главный тренер команды Заречья, видя, что игрок достиг определенного уровня, он игрока вызывает к себе сначала на тренировки. Если игрок себя зарекомендовал, то она остается в команде Суперлиги. Тут возраст не имеет абсолютно никакого значения. Если 16 лет попадают игроки в Суперлигу, я жду до 22. То есть, как бы тут возраст не главное. Главное – умение, желание играть в волейбол. И, наверное, очень важно показать себя в нужный момент. Потому что есть моменты, когда никто не может себя продемонстрировать именно на площадке в игровом плане. Если игрок берет на себя ответственность и решает какие-то задачи в данном конкретном случае, то, соответственно, главный тренер это видит и приглашает к себе для начала на тренировки, как я уже сказал, а потом оставляет в команде. Ну, так, наверное, и выявляются лидеры. Конечно, конечно. Все-таки ведь волейбол – это командный вид спорта на 100%. Абсолютно с вами согласен. Но, тем не менее, как вы уже сказали, да? Ну, без лидеров никуда. Лидер – это тот человек, который поведет за собой команду. И если кто-то один выпадает, а такое бывает достаточно часто, потому что все мы люди, у всех есть какие-то слабости, у всех есть какие-то недомогания и так далее. Если есть лидер, который может взять в ответственный момент игру на себя и повести команду за собой, это прекрасно. Даже несмотря на то, что командный вид спорта и на площадке целых шесть человек, а не один, как в индивидуальном виноспорте. Но иногда вытянуть игру может один. До последних секунд. Вытянуть игру может один, но для того, чтобы он вытянул, нужно, чтобы остальные пять ему все-таки помогали. Поэтому сказать, что один игрок выиграл игру… Ну, надо ли, но рука кого-то одного была последней. Абсолютно верно, да. Тут вопрос такой, чтобы дотянуть до пятой партии или до последнего очка, нужно, чтобы кто-то принял, кто-то паснул, а уже лидер мог, допустим, нанести последний удар. Поэтому говорить о том, чтобы кто-то один победил, невозможно. Точно так же, как невозможно сказать, что кто-то один проиграл. То есть все вместе. Тут принцип мушкетеров, наверное, один за всех и все за одного. Поэтому тут по-другому не бывает. Анна Анатольевна, как развивается федеральный проект, в котором вы принимаете участие – «Спорт. Норма жизни». В этом году Министерство спорта Российской Федерации более ранние сроки определило проведение конкурса. И начало подачи заявок на федеральный проект и на получение субсидий в форме гранта – это начало подачи заявок 15 января, окончание подачи заявок 14 февраля. Как уже на предыдущей нашей встрече я говорила, что мы очень надеемся, что наш проект «Фестиваль волейбола» станет ежегодным и традиционным в нашем городе, в нашем городском округе. Мы очень надеемся на то, что все же наше учреждение обязательно выиграет грант и реализует снова проект «Фестиваль волейбола». Потому что это очень важный для нас проект, как и для нашего учреждения, так и для всей страны в целом. Как я вам уже и раньше говорила, это исполнение указа президента. О том, что увеличение систематически занимающихся физической культурой и спортом в нашей стране до 2022 года должно увеличиться до 55%. И наше учреждение снова будет исполнять указ президента, будет проводить фестиваль волейбола. И в рамках сотрудничества в этом году нами было принято решение, чтобы расширить, скажем так, охват, сделать фестиваль волейбола более масштабным. Нами было принято решение заключить соглашение с автономной коммерческой организацией гимназии «Святитель Василия Великого». И они являются тоже участниками нашей федеральной экспериментальной площадки. И реализовывать этот проект в этом году мы планируем совместно. Какова их роль в этом проекте? Они будут выступать тоже в качестве организаторов. То есть их будут как наши идеи, так и их идеи. До конца этой недели мы планируем написать программу совместного сотрудничества. И уже после написания и утверждения программы здесь уже можно будет более конкретно и детально об этом говорить. Но как и мы, так и они будут выступать в данном случае организаторами фестиваля. То есть у нас абсолютно будут одинаковые права. Их возможности, они тоже колоссальные, потому что амбициозный молодой коллектив. Стремящийся идти только вперед. Очень порадовала их реакция на наше предложение. То есть горящие глаза. Это колоссальный интерес. О чем мы несказанно рады. И поэтому было принято решение определить участниками проекта, вторыми участниками проекта именно это учреждение. Еще хотелось бы отметить, что после проведенного фестиваля волейбола в прошлом году количество участников проекта интегративный курс физической культуры и третий урок физкультуры он увеличился ровно в два раза. Ну, практически в два раза. Если до фестиваля волейбола у нас было 15 общеобразовательных учреждений, которые принимали участие в этом проекте, то после фестиваля волейбола организация стала 27. То есть такой прирост колоссальный. Люди поняли, что это такое. Руководство школ поняли значимость этого проекта. И тут же пошел шквал просто обращений, просьб включить в состав участников проекта. То есть в этом году на фестивале волейбола будет рекордное количество уже команд. Минимум 27 общеобразовательных учреждений. Хотя вот судя по прошлому году, то количество людей, которые были вовлечены в этот фестиваль и посетили ведь помимо самого, ну, главного, так скажем, финала этого фестиваля, ведь проходила серия мастер-классов, в котором принять участие мог любой желающий любого возраста, уровня подготовки. И вот как раз таки интерес от жителей, он действительно очень высокий. Да, был колоссальный интерес перед самим фестивалем волейбола. Мы на протяжении двух месяцев проводили мастер-классы. У каждой выходной в парке Лазутины. И так как в прошлом году, повторюсь еще раз, заявка была подана, и сам грант, сам конкурс на получение гранта был объявлен Министерством спорта Российской Федерации позже, то времени у нас было значительно меньше, чтобы заниматься подготовкой к фестивалю, как просветительской работой. То есть в этом году мы планируем начать работу, мастер-классы уже где-нибудь с апреля, с мая, это максимум. И ориентировочные сроки проведения фестиваля волейбола, я думаю, что тоже будут где-то с сентября. То есть в принципе мастер-классы по волейболу начнут шагать по школам, где-то вот уже с мая, да? Нет, по школам ранее. Или раньше еще по школам? По школам раньше, уже буквально завтра у нас стартуют мастер-классы. Мы планируем проводить мастер-классы в 27 общеобразовательных учреждениях, которые определены участниками проекта, 4 в месяц. То есть 4 мастер-класса мы готовы физически, эмоционально, качественно, провести выездных. Но если школа захочет посетить наш центр и провести мастер-класс в рамках нашего учреждения, нашего спорткомплекса, то мы с удовольствием, мы уже охватим на 4, а возможно там 6, ну как минимум 6 мы, конечно, охватим мастер-класс. Как вы считаете, поможет вся эта работа в будущем привести к вам новых спортсменов? Все-таки популяризация через этот фестиваль, как бы то ни было, в первую очередь волейболу. Конечно. Вы же представляете волейбольную, да? Ну вот то, что я видел, будучи организатором, скажем так, фестиваля, я видел огромное количество детворы, которые было интересно ощутить себя игроками. Не то, что вот они приходят посмотреть, просто поболеть, а именно ощутить себя игроками, почувствовать тот накал страстей, когда ты играешь против такого же соперника, который очень жаждет, очень хочет тебя обыграть. Да, и то, что я вижу, проводя мастер-классы в детских школах, то есть получается интересная ситуация. С одной стороны, мы их отвлекаем от каких-то, ну как сказать, посиделок за компьютером, то есть то, что называется гиподинамией, да, они не двигаются совершенно. С другой стороны, мы пытаемся их научить и объяснить, и показать волейбол. Как вы знаете, сейчас волейбол появился еще и на снегу. Снега, правда, в этом году, к сожалению, нет у нас, да. Но тем не менее, то есть помимо классического и пляжного волейбола появился еще и волейбол на снегу, то есть уровень и количество людей, которые могли бы играть в волейбол, выросло. И мы пытаемся научить детей, пытаемся объяснить детям, что волейбол – это здорово, потому что волейбол – игра, которая развивает все практически качества. и скорость, и прыгучесть, и двигательные функции. Поэтому я очень надеюсь, что это поможет, потому что я вижу, у детей горят глаза, то есть им нравится то, чем мы занимаемся. И самое, что интересно, нравится именно тем детям, которые только-только начали свои шаги в школе. То есть чем моложе, чем мельче, скажем так, чем моложе детвора, тем им больше это интересно, наверное, потому что конкретно… Тем это вероятнее, что они придут домой, и говорят, мама, папа, мы хотим заниматься волейболом. Пожалуйста, отведите нас в школу Олимпийского резерва хотя бы, да? Да. И мы начнем этот суть. Все правильно, потому что дети к 12-13 годам уже посещали какие-то секции или посещают. А 8-9 лет как раз тот возраст, когда они еще сами не определились. И вот то, что мы проводим мастер-классы в разных возрастных категориях в большинстве школ, это именно та возможность ребенку определиться, что, возможно, волейбол – это его вид спорта. А все-таки вот такое волейбольное массовое движение это только в нашем округе или по всему Подмосковью нечто подобное проходит? Нет. Или все-таки Одинцово – столица волейбола? Да, это столица, это кузница волейбола, если я не ошибаюсь. Где-то я услышала такое выражение, что Одинцово – это кузница волейбола. На самом деле этот проект по региону у нас только единственный. Более того, в Московской области мы являемся единственной федеральной экспериментальной национной площадкой. Поэтому мы такие первопроходцы, скажем так. И только данный вид спорта получил такой охват в нашем регионе. И это замечательно. Петр Валерьевич, как вы пришли в волейбол? Вот проводя мастер-классы, задают ли вам ребята этот вопрос? Вы знаете, мне ребята этот вопрос не задают. Именно потому, что… Когда они, да, выходят высокого дядя. Нет, все гораздо проще. Мы на мастер-класс ездим с командой молодежной лиги. Им ближе с ними общаться, да? Их практически ровесницы, да, играют. И именно им они задают эти вопросы, понимая, опять же, что сразу научиться играть в волейбол очень сложно. Нужно потратить некоторое количество времени, да. Но тем не менее, видя, как девочки, которые на 4-5 лет старше тебя, управляются с мячом, да, как они пасуют, нападают. Многих это интересует. И они задают огромное количество вопросов, где можно научиться, где можно заниматься. И им это интересно. Именно потому, что я для них уже такой дедушка, да. Ну, нам-то вы можете рассказать эту историю, Петр Валерьевич? Как я пошел в волейбол? Как вы пришли в волейбол? Кто вас привел в этот вид спорта? Ну, в вид спорта меня привела мама. Связано это с тем, что мой папа, он тренер по баскетболу был, да. А волейбол и баскетбол, это, скажем так, конкурирующие, как всегда, были виды спорта из-за внимания, из-за болельщиков. И получилось так, что я пошел в волейбольную секцию, но пошел в волейбольную секцию к другу отца, который на меня махнул рукой и сказал, что через год тебе все равно папа заберет баскетбол. Но папе это сделать не удалось, потому что меня так увлек вид спорта, что я остался вот уже более 30 лет, я в волейболе, так скажем. Ну, все-таки попытки папа предпринимал. Попытки были, да. Жаждал меня видеть баскетболистом, но я остался в волейболе. В 2019 году, если не ошибаюсь, «Искра» знаменитый вольтбольный клуб отметил свое 40-летие. 40-летие, да. И вы тоже играли в эту команду? Да, 6 лет я играл за команду «Искра». Прекрасное было время. Играли в старом зале, который сейчас находится рядом с новым Одинцовским спортивно-зрелищным комплексом. Через небольшой такой проход. Зал был всегда полон. Мест было мало. Я до сих пор встречаю иногда людей уже довольно преклонного возраста, потому что много лет прошло с тех пор, как я уже не играю за команду «Искра», которая до сих пор болеет. Вот у нас на матчах молодежной лиги приходил дедушка. 80 с лишним лет, который до сих пор на каждую игру и за речья, и искри приходит. То есть из 80-40 он болеет за любимую команду. Да, а так оно и есть. И, к великому сожалению, таких все меньше, потому что здоровье не позволяет, разные жизненные какие-то коллизии. Но, тем не менее, есть люди, которые столько лет ходят на матчи, болеют. Это здорово. Но приходят ведь и молодежь, и семьи с детьми. Все-таки постепенно начинается снова этот поток болельщиков приходить на игры любимой команды. Мы проанализировали после фестиваля волейбола количество людей, которые присутствуют на волейболе. И что самое интересное, увеличилось количество детей. Это очень радует. То есть до фестиваля волейбола детей практически не было. То есть это было какой-то, не знаю, десяток, наверное, детей. Ну да, так совсем мало. Совсем мало. То есть либо это совсем маленькие детки были, которые там груднички, и родители пришли с ними. А сейчас детей значительно больше. Дети заинтересованы. Вот в этом году у нас открытие сезона и выступление, первая домашняя игра в чемпионате России как у девушек, так и у юношей. Была такая символическая. Каждый из спортсменов выходил за руку с ребенком. То есть это было очень мило, приятно. Дети были очень заинтересованы. То есть это своего рода воспитание идеологии. Это великая честь, скажем так. Может быть, это громкие слова, но тем не менее тот труд и усердие, которые у нас в команде присутствуют. Конечно, первоклашки смотрели с открытым ртом, с горящими глазами, плюс подарили им маечку с символикой заречья, искра. То есть это было здорово. Еще вот эти маленькие детишки открывая не в попад гимн урод, но потому что это делают спортсмены. Ну, это было забавно. И это результат нашей работы, которым мы очень гордимся. Ну, и ведь для команды, для игроков это очень важно, когда именно на домашние игры приходят болельщики. Они их поддерживают, они дают им сил, энергии, чтобы противостоять сопернику. Ведь игры действительно сложные, и серьезные соперники приезжают к нам. И если уж на выезде сложнее, но, мне кажется, есть такие, которые отправляются за любимой командой и на край света готовы пойти, то, тем не менее, прийти уж дома, поддержать в Одинцово, это обязанность каждого жителя столицы волейбола. Да, да. И мы, в свою очередь, очень рады, когда приходят зрители. Можно вступить в клуб болельщиков, написать письмо через наш сайт. У нас, наверное, перед каждой игрой мы стараемся проводить какие-то конкурсы. На игре мы объявляем победителя. Ну, то есть какие-то интересные вещи, как говорят сейчас молодежь, фишки, мы стараемся придумывать, стараемся это все реализовывать. То есть это настоящий праздник? Ну, в общем, да. Волейбол – это праздник. Для болельщиков, помимо красивой игры и страстей, которые кипят на площадке, потому что, конечно, спокойно сидеть и смотреть волейбол невозможно. Конечно. И хочется, в свою очередь, обратиться к болельщикам, наверное, с просьбой поддержать команду в сложный для нее период. Потому что, если мы почитаем отзывы ВКонтакте, ну, в социальных сетях, естественно, ну, отзывы бывают разные, лестные, нелестные отзывы, какие-то достаточно необъективные и объективные отзывы бывают. Но поддержки для команды, когда она проиграла, ее значительно меньше. Это нужно, нужно быть объективным, нужно разбираться, почему команда проиграла. И поддержать именно в эту минуту, и поддержать на трибунах именно в сложные моменты, вот этого нам, к сожалению, пока не хватает. Не знаю, в силу чего, не могу пока понять и проанализировать. То есть, бывают такие моменты, но я надеюсь, что мы эту ситуацию немножко исправим. Мне кажется, как тренируются игроки, то точно так же воспитываются и болельщики. Этот вкус и понимание, оно все-таки прививается. Конечно, конечно. Ну, есть статистика. Говорят, для того, чтобы человек, как сейчас модно говорить, подсел на что-то, конкретно на боление за команду, болельщеское такое желание, нужно привести человека на три игры. На четвертый он захочет прийти сам. Вот этого небольшого шажка многим не хватает. То есть, они придут, на игру посмотрят, увидев, допустим, поражение любимой команды, и они перестают ходить. Вот если бы они три раза пошли, пришли подряд три раза на матч, потому что поражение случается у всех. То есть, да, это нормальная ситуация. Сторожение бывает побед. Абсолютно верно. Это опять же возможность посмотреть, в чем проседает команда, и пойти вперед, перешагнуть. Абсолютно. Сделать выводы и двигаться дальше. Но вот этого, наверное, немного не хватает. А с чем это связано? Ну, сложно сказать. Надо анализировать. Но болельщиков стало больше. Как правильно Анна Анатольевна заметила, болельщиков среди детей стало больше. И это здорово, потому что дети, когда они приходят вместе с родителями, приводят своих друзей, они создают такую атмосферу, что хочется играть, хочется побеждать. Петр Валерьевич, принимаем Ваш вызов. Три игры, не пропустим ни одной. Приходите. Идем приглашение на домашние игры наших любимых девчонок. Приходите. Мы Вам пришли в уважение. Домашний матч у нас будет. Мы будем играть с локомотивом калининградским, то есть лидером нашего чемпионата. Приходите. Спасибо, что были с нами. Только победы. Спасибо. Спасибо. Приглашайте чаще. Обязательно. Вы смотрели специальное интервью. Оставайтесь на нашем канале. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok